запись идет так друзья всем привет с вами я владимир белов записываю данный ролик ко мне сегодня поступила эстафета такая поступило предложение от канала я деревни я село ответить на 21 вопрос данные вопросы 21 вопрос я распечатал на листочке и вопросы будут в описании под роликом вы можете тоже на них ответить в начале ролика я сразу отвечаю говорю что я ну это считается как деревенский челлендж или просто челлендж не деревенский ну короче я передаю эстафету двум каналом каналу саши орлова саша орлова девушка ведет свой канал рассказывает интересно кухне о путешествиях так и каналу алексея кузнецова канал называется деревня молодая семья проживает в деревне и ведет свой канал у него так же как и у меня есть трактора парень занимается своим хозяйством и доходчиво рассказывает ну вот так вот канал алексея очень молодой канал так что пожалуйста поддержите его подпиской и просмотрами так вот ну а канал саши орловые это более как говорится более такой более раскрученный на нем даже больше подписчиков чем у меня ладно вопросы еще раз повторюсь распечатал на листке буду отвечать вопросы немного они немножко как бы я посчитал странноватые плане то что они адресованы мне кажется как для женской половины но я их немножко перефразирую и буду отвечать со стороны со своего канала своего мужского видения и своего видения нашего деревенского деревенской нашей жизни так что вот так вот ну а чтобы вам было возможно не скучно я поставлю как я убираюсь сегодня со скотиной сегодня у нас идет маленький снежочек теплая погода стоит до сих пор 10 но на выходных на этих обещают вроде как будет минус большой до 30 якобы так ну поживем увидим ладно так вопросы отвечаю вы любите разговаривать с попутчиками в автобусе самолете или поезде ну да люблю разговаривать если попутчик сам идет на разговор если если попутчик доброжелательный поддерживает разговор почему бы не разговаривать дело в том что еще самолете я ни разу не летал в поезде ездил во время своей службы в армию когда туда-сюда на свозили на поезде и возвращался я тоже на поезде но в автобусе езжу периодически там какой ваш любимый цвет мой любимый цвет этот цвет зеленый и цвет синий как у нас крыша на доме такая вот голубая крыша зеленый цвет потому что трава зеленая вообще вот это цвет жизни наверное зеленый такой вот зеленеет ну вот этот голубой цвет это такой успокаивающий цвет он больше как-то тоже привлекает вот такие два цвета в какой сказке вы бы хотели оказаться да мы и так друзья в сказке живем почему в сказке живем мы и так вот лично я живу как в сказке везде посмотришь морозы везде снега заметают а у нас вот 20 сегодня у нас 24 января до сих пор стоит хорошая такая умиротворяющая погода вот как в какой же сказке хотелось бы хотел оказаться бы кто его знает в какой сказке сказку мы сами создаем сказки мы сами живем и дарим сказку себе и всем нашим близким окружающим тем более как я являюсь работником культурам и сами я сам создаю со своими коллегами сказку и дарю ее окружающим людям так что вот так вот сказка это нашего наша жизнь наверно такая вот такой ответ так о чем вы думаете перед сном о чем думаем пересу да ни о чем не думаю я перед сном пью иван-чай он такой вот сами заготавливаем кстати ссылку не ссылку а вот описание как мы заготавливаем перерабатываем иван-чай есть моих роликах вот летних роликах можете посмотреть почему иван-чай потому что иван-чай он как-то расслабляет заставляет или как способствует вот этому спокойному настроению как-то вот такая вот умиротворяет вот такая вот хорошая ну такой вот такой напиток я употребляю так что перед сном стараюсь ни о чем не думать потому что пью иван-чай и что я вам советую вы можете его сами заготавливать посмотрев наши ролики мои или других пользователей на канале youtube или покупать в магазинах сейчас тоже начали его продавать так вот как вы подавляете свою злобу злобу как я подавляю что такое злоба злоба наверное получается от того что когда у кого у человека что-то не получается он начинает злиться что-то идет не по его так что чтобы не пода не проявлять вот эту злобу агрессию наверное надо больше работать надо работать над своими ошибками что вот этой злобы не было вот так вот как я подавляю злобу когда она бывает как я подавляю я сажусь сразу начинаю анализировать то что что у меня не получается работать над тем чтобы это все получалось работать над своими ошибками промахами так вот а как подавляю злобу ну вот так вот подавляю работаю над собой над своими ошибками так что главнее в человеке ум или красота как то его знать что главнее тут каждый каждый решает для себя что главнее для кого-то вам для кого-то красота тут наверное вспоминая слова сказку сказка василисе прекрасный или там у василисе премудрый такая вот вот что тут сказать все должно быть в меру все должно быть меру и ум и красота 50 на 50 здесь золотая середина так чье мнение для вас имеет значение чье мнение для вас имеет значение для меня имеет мнение значение человека который в этом разбирается то есть эксперта какого-то по каким-то видам если мнение допустим заболела корова я сразу обращаюсь там если не знаю какие-то вот эти симптомы к ветеринарному врачу здесь мнение ветеринарного врача если ломается трактор сам не могу наладить то обращаюсь к экспертам к нашим трактористам пожилым которые есть в деревне если же не могу решить данную проблему с нашими трактористами обращаюсь к вам друзья мои экспертом на ю тубе и в социальных сетях задаю вопрос или читаю какие-то комментарии к похожим вопросам и вот так вот выявляю собака наша залаяла на кого-то вот такое так ладно дальше отвечаем вот такое мне мнение ваш является экспертным так пойдем посмотрим так продолжаем разговор продолжаем так так где бы вы сейчас хотели оказаться где вы сейчас хотели оказаться да нигде я в деревне живу где мне оказаться на море или где что там делать у меня денег нет для того чтобы туда ехать и там как-то жить своя живу своей деревне нигде не хочу оказываться как бы вы хотели свое встретить свою старость да как вот где я живу тому встречу я свою старость вот так вот в какой момент жизни вы бы хотели какой момент и своей жизни вы хотели бы повторить да никакой момент жизни не хотел бы повторить жизнь отдается одна вот и так что ничего не хочу повторять как есть так и есть если бы какой-то момент изменить или повторить или что-то сделать зачем повторять короче ничего не хочу повторять так одиннадцатый вопрос как вы выглядите по утрам нормально я выгляжу по утрам как и все люди встаешь умываешься бодрым сил нацеленным на какие-то на какие-то задачи которые поставлены были заранее с вечера или заранее на меч по намеченному плану так что так вот какое значение для вас имеют деньги какое значение для меня имеют деньги ну нормальные так как и всех людей на и назначение имеет деньги деньги мы зарабатываем тратим их покупаем покупаем видеокамеру покупаем корма для животных какие-то запчасти трактора другие вещи для того чтобы чтобы вещать одевать выглядеть красиво тратить их так что так вот норм такое значение наверное имеет деньги простите что если не так так если бы вы были учеными чтобы вы изучали не знаю чтобы изучал если был бы там ученых много все ученые изучают различные короче рынок в большой ученых там как говорится от микробов до звезд там каких-то и внеземных цивилизаций и еще каких-то там так вот так следующий вопрос какая была серьезная покупка ваша какая ваша серьезная покупка какая моя серьезная покупка самая серьезная покупка это того года прошлого это покупка волковых грабел вот так вот если бы Вы стали невидимкой, что бы вы сделали? Да ничего бы не сделал. Ну а зачем мне становиться невидимкой? Вот тоже вопрос интересный. Зачем становиться? Ничего бы я не сделал, нафиг мне невидимкой становиться. Каким образом вы доказываете свою правоту? Правоту? Не хочу никому доказывать свою правоту. Я на своем канале и в каких-то комментариях под другими высказываю свое мнение, как я это вижу. Правота, понятие правоты относительное у каждого, но надо смотреть в каком-то споре, в каком-то решении. Есть какое-то условие, у каждого вопроса есть какие-то там данные, так что здесь со всех сторон надо смотреть для доказывания какого-то правоты или высказывать свое мнение. Так что вот так вот, вот, если бы, что бы вы загадали, если бы у вас было три желания, что бы я загадал, если бы у меня было три желания, его исполняла золотая рыбка, что бы я загадал. Наверное, не знаю, что бы я загадал. Здоровью своим близким загадал бы, наверное, близким, окружающим людям. Что еще? Мир, наверное, на всей земле, чтобы все люди жили счастливо, хотя вы скажете, так не бывает. Так, ну и что еще загадал бы? Не знаю мы, что еще загадал бы. Как вы относитесь к религии? Нормально отношусь к религии, у нас в деревне много религиозных организаций, нормально отношусь, от насельчане, со всеми общаюсь, дружу. Так что так вот, чем вы любите заниматься долгими зимними вечерами? Я работаю долгими зимними вечерами. На что вы потратите ваш первый миллион? Не знаю, у меня нет пока миллиона, на что буду тратить. Вы когда-нибудь хотели, чтобы начать жить заново? Да нет, не хотел, а для чего это? Не знаю. Так, 21 вопрос я ответил, пишите, пожалуйста, свои комментарии, что вы думаете по этим вопросам, скажете глупости. Интересно услышать, друзья, ваше мнение. И еще раз повторюсь, в начале ролика я говорил, сейчас говорю в заключении. Так, эстафету по данным вопросам передаю Алексею Кузнецову с канала Я Деревня и каналу Саши Орловой и Энтко. Вот так вот канал ее называется. Послушаем их в следующих роликах, что они будут отвечать на данные вопросы. И будем комментировать их. Так, с вами был я, Владимир Белов. Комментируйте, пожалуйста. Серьезные вопросы были это или шуточные? Интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по этим вопросам. Возможно, и вам придет в будущем данные, отвечать на данные вопросы. Ну все, всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok